Ну, от меня-то что требуется, я постараюсь быть полезным. Отвечайте просто на вопрос, как можно концентрирование. Давайте. Ну, с Богом. Игнать Тихонович, вот наша встреча сегодня, она родилась вот после просмотров роликов в последнее время, которые мы практически все, кто интересуется вами и то, о чём вы говорите, видели. Это ролики ваших недоброжелателей, которые вот искажали ваши ролики, там всячески вас поносили. Ну и те люди, которые доброжелательно, так скажем, относятся к вам, как, например, Максим Степаненко, тоже вы выложили ролик, и мы видели вопросы и его комментарии вот относительно вашей деятельности. Вот. Возникают много вопросов, на которые хотелось бы получить, ну, такой сконцентрированный ответ от вас. Он интересует, я думаю, многих. И так как всё это, то, что интересует, оно, в общем-то, растеклось по многим тысячам роликов, которые вы сделали, мы постараемся, ну, самые болевые вопросы, которые, во всяком случае, вот, нас касаются и нас интересует вам их задать. Я думаю, что вот этот ролик, он позволит, как бы, людям, интересующимся, получить ответы на самые злободневные вопросы, которые сейчас рождаются в наших головах. Я вот хотел бы начать с вопроса, на ту тему, о которой говорил Максим Степаненко в последнем вашем разговоре. Вот. Я хочу вас спросить, Игнат Тихонович, он сказал о том, что вас могут убить, вот, и назвал причиной, и когда я слушал ваш ответ, у меня возникло такое ощущение, что вы, как будто, не поняли, о чём он говорил. Вот. Я хотел бы вас спросить, вот, как вы поняли, в чём причина, о которой говорил Максим, которая может привести вот к вашей гибели, так скажем? Мне Максим сегодня прислал материал, он называется номер три, кажется, он из четыре части будет по этому. И там Михаил Щербина отвечает, ответ уже дан, я его не буду повторять. Вот ответ, который дал Михаил Щербина о Степаненко Максиме после просмотра ролика в обличении Игнатия Тихоновича Лапкина. Цитата. Посмотрим, как его сознание начало защищаться. Через критику внешнего вида, манеры речи Степаненко выглядит и говорит странно, неприятно, поэтому всё, что он говорит, неправда. В статье и в ролике автор грубо сравнивает аскетический быт Лапкина и его жильё с бомжовским. Это нехорошо для миссионера. В ролике Степаненко дико вертит глазами, при этом упираясь лицом в камеру, так что Лапкину и зрителю не видать говорящего, волнуется или играет. Максим в ролике переживает свою мужественность и говорит об этом как о неком качестве, возвышающем его и Лапкина относительно подкаблучников. Это ну никакие не богословские и не вероучительные речи, намёки Максима на некие свои достоверные мысли о болезнях и духовных причинах, их назначении позвоночника, о возможном убийстве Лапкина заставляют усомниться в мгравости и непомуднённости веры говорящего. Ни на чём не основанное, он так отвечает, никакого основания этого у него нет, совершенно нет. Я думаю, и он это рассматривает как искушение от нечистой силы. С чего это ради? Должны быть доказательства. Мне это пророчат с самого рождения. А я всё ещё... Я живу уже намного больше, чем средний возраст мужчины в России. А где я был, моя биография не ровная. Даже когда я вернулся из заключения, первым делом приехали из КГБ и жену спросили, он вернулся? То есть они отправили меня на галеры навсегда, как и у Добенгур. Для всех была загадка, почему я вернулся. Я тему масонца, 14 лет готовил материал, опубликовал. Кто управляет миром? Понятно, я коснулся самой запретной темы, дошёл до самого последнего. Кто управляет и как придёт Антихрист. Максим говорит, он должен подтвердить это, а за мной этого ничего нет. Убить? Так мы все смертные. Самолёты падают, поезда крушатся. Чё спрашивать про это? Смерть. Она внутри нас сидит смерть. Не где-то. В Адаме все умирают. Во Христе все оживут. Можете принять то, что Господь может ограничить ваш земной путь для того, чтобы вы не растеряли вот в этой сейчас вашей бурной деятельности, в ваших беседах и тому подобных, конфликтах таких, чтобы вы не растеряли тот багаж, который вы наработали. Вы опоздали, друзья мои. Опоздали на 53 года. Лет человеческой жизни 70 лет. Мне уже почти 77. Чё спрашивать-то? Я уже перешёл эту грань. Ещё немного и крепость кончится. Мне конкретно. Он сказал. Теперь давайте по пунктам. Почему он сказал и что грозит? А так я не могу говорить. Я вижу, что он ответил. Они ничего не доказаны. А к смерти я готов каждый день. Я каждый день умираю. Я прошёл там, где не сотни, а может быть тысячи смертей были. Я прошёл и вышел живой. Представьте, у нас на площадке вдруг вернутся с ножами. Я выскакиваю и в толпу врываюсь, как у Арсения, отец Арсения. Никто не думал, что я живой был. А люди это всю жизнь мне теперь благодарны. Я их разнял. У меня и силы-то такой нет. Вопрос не в том. Вот сегодня многие люди, в том числе на уровне иерархии, там поднимается вопрос вообще о том, православный или Лапкин. Понимаете как? То есть они рассматривают вас как человека в том плане, что православные люди буквально не ведут себя. То есть православный человек имеет дух кротости и смирения. Вы как бы заходите за эти рамки. И вот за это вас Господь как раз и может покажать. Я отвечаю на это. Об этом пишет Кипериан Карфагенский, Дионисий пишет Александрийский. Времена настали такие, когда православные считают православных еретиками, еретиков православными. Они это православие корёжат тысячу лет. Они его не нюхали даже. И поэтому, когда показываешь истинное православие, для них это чуждо, враждебно. Они не знают Бога. Христос пришёл к ревностным исполнителям закона. Пришёл к своим. И свои его не приняли и распяли. Я иду по ведёнам к Христову. Павел понял истину. 40 киллеров приготовились его убить. И что из этого? Ни одного киллера мы не знаем по именам. А Павел остался. У меня было такое. Родители подбрасывали записки. То другое вам не жить. Почему? Я занимался ворами. А их дети воровали. Я их снимал во время воровства с поезда. А теперь, где они как живут и как ко мне относятся. Выйдет заключение, они ко мне на дом приходят. Не знают, что принести. А в то время меня все осуждали. Куда вы лезете? Вас убьют. Это люди, за которыми исчезнутся трупы и трупы. Я этого не знал. Это же было у меня в тюрьмах и в лагерях. Я все-таки задал несколько иной вопрос. Ну, ладно. То есть, вы не захотели ответить? Это тоже ответный мой вопрос. Я ответил, Александр. Ответи. Нет, нет. Я говорю, как ответили, так и ответили. Да. Игнат Тихонович, вот очень важный вопрос о причастии. Вы в разговоре с Антоном Дуливичем изложили свою позицию. Но она неоднократно уже и до этого нами была услышана. Скажите, пожалуйста, не противоречит ли ваш подход о том, что нужно четырежды в году причащаться в посты, учению церкви и его причастия? Как вы сформулируете, почему вы об этом говорите, именно определяете конкретные сроки и количество причастий? Я не определяю. До меня определенно. Тысячу лет крещения, как прошло на Руси, и никогда по-другому не было. Я русский человек. Теперь у меня брат протеерей. И мы знаем людей, которые причащаются часто. Я еще ни одного не видел, которые были бы нормальные. Они помешанные, бесноватые делаются. Почему не приготовленные? И Златоуст говорит, не одобряем ни частое, ни редкое, но готовность. Я привожу в кавычках слова Иоанна Златоуста из послания к евреям, которые он толкует. Что непонятно. В прошлое воскресенье я причащался, а вот только три дня прошло, как я причащился. Это недостаточно для них. Они меня обвиняют, я не посчитаю Божью Матерь, я не признаю иконы. Что я икону должен взять, сесть на их глазах или как? Я не принуждаю никого. Почему они меня принуждают? Я не готов. А дальше начинается рассуждение. Вопрос в том, что люди сейчас могут просто подхватить как бы вот это ваше утверждение и понести его как уже истину. То есть четырехградное... Да. Тысячу лет в России, повторяю. Тысячу лет в России. Они взяли от греков. У греков по-другому никогда не было. А Златоуст говорит, иные причащаются один раз в два года. А иные в жизни один раз. Главное, что не отвергал. То есть вы не утверждаете, что причащаться нужно четыре раза? Это выбор? Я утверждаю, пожалуйста, вообще. А нет, меня, на меня нападают. А я им отвечаю. Я не с одним, но я вижу, какие они есть, и поэтому ввожу для себя правила. Если начинаю беседовать, часто причащаются, я его предупреждаю. Сейчас только я замечу, что в тебе начинается, а он не может остановить. Его нельзя остановить с этим разговариванием с нечистивцем. Вы говорите о том, что вот эта практика, она уже тысячелетия в Руси у нас действует, и поэтому вы ей придаёте такое, как правило, какое некое. Ведь теперь, если посмотреть на позицию относительно канонов, которые вы придерживаетесь, что нужно всё исполнить, здесь вы как раз встаёте в такое положение, в слабое, в котором, в общем-то, в основном наши священники-то и оказываются, когда вы аргументируете. Вы говорите о том, что не на практику надо смотреть, когда речь идёт о канонах, а, в общем-то, на каноны. И они должны действовать, никто их не может интерпретировать и менять, и экономию никакую не включать. Только те каноны отменяются, вы говорите же так, что те, которые были конкретно какому-то епископу предназначены, то есть нет епископа, нет канона. А всё остальное действует. Вот вы говорите о том, что сейчас действует 719 канонов, из них 413 не исполняются. Вот канон, который касается причастия и посещения воскресных служб, где сказано, что кто трижды пропустит службу и причастие, тот подлежит прещению церковному. Вот в данном случае вы говорите, что этот канон, он не действует, потому что никогда не было по нему никаких наказаний церковных, и, соответственно, этот неживой канон. Вот вы его отнесли из этих 719 к исполняющим, к исполняемым или неисполняемым как раз? А его никто не знает даже. Я повторяю, что кроме... Это я назвал только каноны, которые сегодня печатаются. 270 канонов выбросили, а они сегодня отсутствуют в книге правил. Вы можете спросить, угробряться. Да иосиф. Иосифская ещё, которая была книга правил. 270 вообще тут нигде не фигурирует. Их нет. Их вычеркнули, выбросили приниками. Это правило мёртвое. Это правило никогда не действовало. Никогда. И чтобы тянуть к причастию, такого в практике церкви вообще не было. Это написано, и мы не знаем, как оно написано. Есть правило, которое написано, а дальше даёт трактовка. Не знаем, почему отцы так сказали. Не знаем. Не знаем. Говорят, объяснить не можем. Правило недействительное. Правило такое. Если епископ от другой епархии где-то там отхватил маленько что-то там какое-то, всё, предать Анапими, не давать ему покаяния, и чтобы умер не раскаян, участь его с Иудой с Каином. Они дерутся-то только за свою территорию, как сейчас за Турцию, за Россию, за Украину. В 719 правил вы его не включили, которые действуют. Его нет там. Его нет там. Вы исключили оттуда. Совершенно его нет. Это правило, которое никогда, нигде не было притворено в жизни. Оно мёртвое. А после этого следующий собор отвечает. Не знаем, как они могли такое сказать. Я могу сказать, я не знаю. Написано, чтобы не допустить до причастия. За это отмечали на 10-15 лет. А отмечали за то, что они причащаются. Это совершенно как ногами перевернуть. Вот так надо. Всё учение Христово. Вы потом, когда дойдёте, поймёте. За то, что я причащаюсь 4 раза, за это на Суде Божьем не спросятся. Я признавал. Я имею в себе жизнь. Они причащаются, они мёртвые. И новое вино, Слово Божие, в них не вливается. Это старые мехи. Причащаются человек для жизни. А эти люди мёртвые. Они не живые. Игнат Тихоевич, ну зачем? Опять же идут обобщения. Люди мёртвые. Да не мёртвые они люди. Среди них много очень живых, много грамотных людей, много деятельных людей, которые обращают других к вере. Нельзя вот так говорить. Вы же против себя и обостреете, вот, вплоть до того, что, вот, как Дуревич приводит у себя на своём сайте, что вы говорите, вот, допустим, о патриархии, вот, тотальная всегдашняя ложь. Вот, я уже не буду полностью там зачитывать. Но это же неправда. Абсолютная правда. Основанная на лжи Сталином и Берией. Они всё это скрывают. Карманная патриархия для того, чтобы развозить по миру заразу коммунизма. Если сегодня мы ещё этим играем, то возьмите, прочитайте. Теперь он акт о хроническом общении принял. Виктор Потапов из Вашингтона. Молчанием предаётся Бог. Это всё сказано уже. А то они ко мне относятся. Да если бы я думал, что как ко мне относятся, меня бы не было уже. Я имею то, чего они не имеют. Свободу совести. Свободу совести. Они гнутся друг перед другом. Архиерей боится синода. Патриарх их тоже всех боится. Боится как бы куда не сдвинуть с места. Господу не нужны эти люди. Почему? В Яиле написано, туда, Господи, веди твоих героев. Трусливых ни одного на небе не будет. Участь боязливых в озере Огненном. Вы подтверждаете, что вот сегодня, вот сейчас вы можете подтвердить, что вы относитесь к патриархии как к чуме болотной? Я это сказал не где-то в епархии. Московской патриархии, когда сидели священники и беседовали. Нет, но сегодня вы можете подтвердить эти слова? Мои слова вчерашние и сегодня не разница. Никогда. Я свой путь выверяю на коленях перед Богом. Потому что то, что они делают, чем занимаются, уже не я говорю. Вся земля выпьет об этом. Нет ни одного слова, чтобы сказали без пригадок мирским властям. И что говорят завтра, пожалуйста, как будто... Вчера были депутаты. И сидел Петерин депутат. Но сегодня решение в депутаты не ходить. На каком каноне? Но отец Глеб избран депутатом. Придали анафеме. Безжалостные, жестокие. Игнать Тихонович, а вот как людям определиться со своей позицией в православии? Вот при таком вашем комментарии и о других, если говорить, моментах касательно тех пяти церквей, которые вы называете как истинной церкви, вот как воспринимать ваши слова? Вот, допустим, касательно благословения, например, у священников других церквей, католических и так далее. Здесь ведь если мы подходим под благословение этих священников, то а почему мы в другом не можем быть вместе с ними? Молиться с ними, например, и так далее. Ведь здесь где граница вот запрета общения с ними? Спросить нужно патриарха Кирилла и Алфеева. А не может такие-то нарушители в этой части? Я вижу, что патриарх подходит, под благословение обнимается, Варфоломей целуется, благословляется и служит вместе с папой. А это вселенский патриарх, не как-то. И он на каком месте находится? Не на пятом, как российский. Я ничего сам не придумываю. Если уже нужно говорить, то это тема большая, нужно садиться за столом говорить. Вас обвиняют в том числе, что вы на видео, выложенных у вас, молитесь и в том числе с баптистами. Вот это как раз многие видят это, говорят, вот явный еретик молится с баптистами. Вы можете пояснить, в чем состоит запрет моления с еретиками? И почему вы не считаете вашу молитву как раз подпадающей под этот запрет? Если попадают, пусть применят канонические меры взыскания. Попадают тогда, когда они говорят ересь. Ну нельзя так, просто болванами быть такими. Я захожу, копты молятся или пятидесятники, они ничего не говорят при мне. Только давайте помолимся. Прочитали молитву отче нашу. Моя молитва, моя отче нашу. Прочитали, аминь, все. Но они говорят, мы сейчас будем молиться по-своему. Я вышел в коридор, повернулся в другую сторону и стали молиться. Я знаю, где как молиться, потому что у меня есть опыт. А у них нету трафарета. Вот они и есть зазомбированы, это они, я. Надо смотреть реально на что. А они молятся даже во имя Отца. Ради Христа что-то начинают. Не во имя Отца и Сына. Моя аминь там уже нет. И аминь не сказал, я не участник. Аминь. Как говорит человек, который зайдет и не знает, о чем ты молишься, как скажет аминь. Павел говорит. Согласен и молился с еретиками на еретическую молитву, если я отвечу аминь. В московской патриархии вы пишете и говорите о том, что московская патриархия создала новую религию. Ну, совсем не крестьянство, не православие. Вот. И вот на этой основе вы не боитесь того, что вы можете отвезти людей от православия? По плодам судите. Там на запятой. Вы на запятой окончили то, что я говорю. У меня написано запятая. Если сверять со священным писанием, то мы почти ничего не находим. Собрались люди и говорят, давайте, будем изо дня в день считать Деяния апостолов 28 глав. На каждом стихе останавливались. У нас так или не так? Не так. Не так. Сидят патриархины здесь, архимандриты, хоть кто сидит. Не так. Этого у нас нет. Ну, Деяния апостолов, почему его отбросили-то? Деяния апостолов. Златоуст говорит, это не Деяния апостолов. Это Деяние Духа Святого. Нет ничего. К архиерею можно только издалека руку подать и дальше кланяться его колесам, как патриарху. А Павлу падали на шею, прикранили колени, молились и целовали его. Да мне даже это не дано обнять патриарху. Архиерея-то у нас сейчас другой. Можем обняться и поцеловаться. Даже это не можем сделать. А как тогда вместе с этим всем можно соотнести ваши слова о том, что вы приглашаете людей в московскую патриархию? Тут вот какое-то вообще несовпадение совершенно. Есть антиномия такое слово. Так я поясняю. Московская патриархия, церковь, христовая и благодатная. Вопрос не повторяйте. Но в ней столько всего человеческого нанесли, о чем говорит Серафим Саровский, когда молился о русских архиереях. Три дня и три ночи. Конкретно целенаправленная молитва. Третий том священного служителя, 601 страница. Первый абзац. И он говорит, Бог ответил, не пощежу и не помилую. Ибо вымыслами человеческими заменили истину Божью. 118-й псалом, 113-й стих. Я зову для того, чтобы люди работали здесь. Это церковь. Я говорю, корабли захватили пираты. Но мы можем изменить обстановку. И я вижу, как в начале строится купели. Начинают правильно креститься. Я вижу изменения в людях. И к нам, где мы были, пишут и пишут люди, где мы проехали. Это новые совершенно люди. И наконец сейчас сообщает, наконец-то батюшка разрешил проводить занятия. А то староста за него отвечал, вышел. У нас появились такие люди бородатые. Они говорят, жить надо по Евангелию. Дорогие братья и сестры. Да кто, когда жил по Евангелию? Вы сами подумайте. Выходит настоятель благощинный. У нас люди появились. Это против меня уже. Которые приживаются жить не по плоти, а по духу. Да где это видно на такое? В алтарь зашел. Там два наших священника. Они говорят, батюшка, так так написано у апостола Павла. У Павла. Теперь говорят, опять они будут капать на меня архиерею. Они неверующие. Игорь Тихонович, относительно благословений мы проговорили. Вот еще такие моменты, как отношение к филивокве. И когда мы начинаем рассуждать о том, что есть отцы. То есть в нашей церкви принято, что дух святой исходит от отца. А в католической они еще и отцы на это приписывают. Но когда вы рассуждаете об этом, говорите, что святые отцы принимали и тот, и другой вариант. Насколько вообще полезно нам, вот уже в принятой в нашей православной церкви догматике, давать вот здесь какие-то свои сомнения в этой части? Полезно ли вот для людей, которые в православии находятся? Так, а у кого сомнения? То у меня нет сомнения. Что то и другое. В одном месте, говорит, умолю отца пошлет, а в другом месте я пошлю. Зачем евангельские слова бросают-то? Я ничего не убавил, это они убавляют. Я молюсь так, как положено. И же от отца исходящего, отца и сына споклоняемого. Но это не грань, через которую нельзя перелезти. Половина почти святых отцов, если не больше, понимали именно от отца и сына. У вас академическое образование, я говорю, вы видите, да, так. Но о чем спорите? Григорий Низкий тогда, что брат родной Василия Великого, он не был святым. Почему он так понимал? Да потому что Писание говорит об этом. Я пошлю. Это люди, которые Писание не знают, они ищут где и что в православии. Это вот, я сравниваю так. Ты пришел первый раз в храм, а в это время ночью хулиган на окно разбили, дохлую собаку, кошку забросили. Не трожь, я пришел, они лежали. Они не лежали здесь. Их затащили сюда, дохлятину. Выбросьте это. Тогда православие засияет всеми гранями. Эти люди, которые приходят, их Максим назвал щенки. На кого вы лаете? Они вокруг моей колокольни бегают, а я их знать не знаю. Зачем отвечать? Это крик вороны, кваканье лягушки. Жужжание жука, Златоуст говорит. Мне некогда этим заниматься. Вот православие, двухтысячелетнее православие, оно изиждется, можно сказать, на монашестве. Почему вы порой даже и хулите монашество? Ответ. Никогда не хулил. Я за монашество. Смотрите, от одна у меня рука поднята, а вот две. Но не за такое. Я сейчас вам прочитаю, придется маленько прослушать. Вышла книга. Древний христианский аскетизм и зарождение монашества. Православное монашество, аскетика в исследованиях и памятниках. Ай и Сидоров, Москва, паломник, сугубо православный, 542 страницы, 6 тысяч экземпляров. И вот дальше он пишет. Все. В строго общежительных монастырях новоприходящего, страница 407, подвергали недельному или деседневному искусству у ворот монастыря. А у монастыря висят три плети. Кого пороть? Которые приходят, которые сбежали. Три дерева, на которых плети висят. И потом, сняв мирскую одежду, в присутствии братьев, настоятель облекал его в иноческую одежду. Требовали только, загибай пальцем, чтобы он выучил молитву Господню и несколько псалмов. И объясняли ему обязанности иноков. Все. Засох. Вот тебя, Ава Дорофей. Дальше он пишет. Страница 524. Очеркните себе. Сидоров. Найдете. Кавычки открыты. Последующая судьба Египта показала, что в этой колыбели иночества, где оно принесло и лучшие плоды свои, монашество не имело глубокого продолжительного действия на народонаселение. Египет скоро отпал от православия, и потом под владычеством аравитян почти совсем утратил христианскую веру. Нельзя не признать того, что весьма значительное по числу удаление ревностных христиан в пустыне, где окончали жизнь в свое поприще без потомства, должно было отозваться ослаблением христианского элемента в самом народонаселении. Ну, вот посмотрите, монашество, посмотрите, сколько светильников дало православию, на которых просто выросло православие. Ну, такие титаны просто, понимаете, Игорь Тихонович. Конечно же, Господь сказал, малое стадо, именно на малом стаде основывается вера наша православная. Из малого стада и выделялись вот эти сливки, которые жития вы насчитываете, которым мы подражаем сегодня. Нельзя родиться, не будучи осемененной женщине. Вышел сеять и сеять. Монашество пошло другим путем, связало оброками, обрядами, клятвами и пошли другим путем. Господь говорит, идите по всему миру. А они за стены спрятали. Я вот о чем говорю. Это не их жизнь. Это герои веры. Это были кремнии, люди, самые героические. И самые сильные, смелые, высасывали из народа и гробили там. У одного только Пахомия 11 тысяч мужиков, 11 тысяч монахов. И ни одного за пять столетий не послали проповедовать. Но откуда же мы можем утверждать? Может быть это и есть именно промысел Божий, чтобы именно... Тогда вопрос снятый. Закройте Евангелие, как? Заклейте его клеем. И все на этом, чтобы не раскрывалось никогда. Написано, идите по всему миру. Вышел сеять и сеять. Это же опять, это ваше видение. Нет, это не мое, это подтверждение. Ни одна религия в мире не терпела такой катастрофы, как 1453 год Константинополь, 1917 год в России. Все пошло в Бутово. И ничего не поняли опять за то же самое. Опять иорданьками играют. А сектанты в это время уже перевысили число православных давно. Нет, мы говорим, допустим, не о сегодняшнем, а о том православии тысячелетнем. Я о том и говорю. Об этом я говорю. Вышла в литературной газете статья «Миссионер 21 века» об Андрее Кураеве. Он прямо говорит. В 632 году умер Мухаммад. За шесть столетий, шесть, ни одного не послали Кирилла и Мефодия в Аравийские пустыни. Ни одного. Встретились уже под стенами Константинополя с мещами. Когда уже открывай ворота и принимай гостей. Что доказывать? Ина Тихович, но это не входит, это же не входит в планы Божии. Господь неоднократно говорил о малом стадии. Что такое малое стадо? Ну не написано такого, что малое стадо, значит вы его уменьшаете специально. Ну это не значит, что мы потеряли 2 миллиарда мусульман и что мы потеряли 2 миллиарда православных. Конечно, конечно же нет. Об этом даже и думать страшно. Я отвечаю. Деяние апостолов, 8 глава, 4 стих. Когда наступило гонение, апостолы остались на трудном участке в Иерусалиме. Дальше цитирую. А рассеявшиеся ходили и благовествовали. Рассеявшиеся. Все до одного. И далее. Из посторонних никто не смел пристать к ним. Сегодня одни посторонние в храме. Совершенно чужие люди. Они не знают ничего и не надо. Главное свечки купи, закажи молебен, и дальше все пойдет у тебя как надо. Это лжехристианство, лжеправославие. Ну, давайте, если вот, коль уж о благовестии, да. На благовестии может выйти, мы же видим сегодня, ну, есть много примеров благовестников, коль уж интернет у нас есть. Мы видим, что не всем дано это. Не всякого человека слушают. Люди есть, которые просто отталкивают своим словом. Вот, да. Если мы не имеем харизмы, не имеем дара от Бога, как мы можем говорить? Если нас люди смеются, и слово наше не звучит просто. А кто дал харизму гробить слова Христа? Идите по всему миру. Горе, если я не благовествую. Горе. Это зарытые таланты. Притом были монастыри по 50 тысяч. И поэтому пошли уже каноны, Анкирский собор, не оставлять жену ради благочестия. Он подклятвует, против. Не оставлять детей. То есть начало развалиться государство. И все это монахи. Если бы монахи проповедовали, как должно Гитлер не родился, бы и Ленина не было. Да зачем этот вопрос, допустим, относить именно к монахам? В миру оставалось огромное количество людей, которые бы вполне справлялись бы с этой миссией. Зачем это относить именно к монахам? Потому что это главное учение. Главное, что было, это монашество. Они придумали принятие монашества, это второе крещение. Это сегодня они долдонят. Все на лжи основано. Почему главное? И в миру были титаны веры просто, которые люди, которые отдавали жизнь вере. Да и сколько, да я не знаю. Почему именно вы отдаете монашеству именно вот эту стезю? Я отвечаю. Отвечаю. Вы не выслушали. Монашество поставило слово «мона» на первое место. Но «мона» означает, когда один заботится о Господне, но не давать клятвы и не следить за мандрой. Мандра-стена. А там архимандрит потом будет. А идите по всему миру. А они не сели. Сектанты приехали за перестройку. Что сейчас сделали с Россией? Она уже сектантская. Православие-то ничего. Пустые храмы. Если устроить храмы, храмы пустое. Я говорю, а сколько у вас в вечернее время сейчас начинает большой храм закладывать? Два человека приходят. Но надо строить. Помешались. Все будет разрушено снова. Идите, благовествуйте, живите христианской жизнью. И женитесь, мужики, на мужиках. Игорь Тихонович, а вот я до встречи с вами считал, что из тех знаний, которые я получил из окружения, из книг, из того, что слышал в церкви, главной задачей, как я понимал, это было изменение себя. Слушая вас, я фактически о изменении себя, как человека, практически не слышу ничего вообще. Только о благовестии. Вот этот перекос, он оправдан или же нет? Или что-то там, или просто я, может быть, не слышал того, где вы говорили о изменении самого человека? Вы это слышали, да пропустили мимо. Я всегда говорю, почему никогда не проповедуется в православии о рождении свыше. Это делается Богом, не человеком. Пытаться себя исправить, это все равно, что вытаскивать себя за волосы, когда в трясене ты тонешь, самого себя. Должна быть другая рука, я увидел, что она пронзенная, он меня вытащил. Я сам на себя смотрю, и родные и близкие мне говорят, это другой человек явился домой. А тут вся жизнь заканчивается, я об этом не говорю. Мне не надо об этом говорить, я уже другой. Мне не надо говорить. И теперь я расту во Христе. Прежнего не было и нету. Это случилось 27 сентября 1962 года, в 17.00. Карла Розенберга, в 18.04, Мвенцмис, Латвия. Не могут люди показать, где было рождение. Павел мог показать на пути в Дамаск. Не могут, не было рождения, они всю жизнь пытаются исправлять. А ты не говоришь, зачем мне говорить, когда я уже перерожден. Я получил другое рождение. Прежнего у меня нету. Я был бы террористом. А я сделался мучеником. И сделаюсь, может быть. Исповедником. Почему за то время, вот, перестройка, самая перестройка была. От Москвы до Дальнего Востока из православных никто в тюрьме не был. Я один был. Потому что все со всем согласились. У меня главный обвинитель были священники. Он нарушает наши лояльные отношения с советской властью. А тут осмелели тоталитарный режим. Я и знаю. Коррестолюбцы. Вот. Относительно благовестия. Да. Ну, допустим, я уже который год наблюдаю за тем, как братья вашей общины, ну, придерживаясь такой вот тактики, раздают Евангелие по улицам. Ну, просто вручают человеку. Вот. Я, допустим, не считаю абсолютно эту деятельность за благовестие. Для меня благовестие – это когда человек, подобный вам, в вашей харизме, выходит на площадь и собирает вокруг себя сотни, а может быть и тысячи людей. Вот что я называю благовестием. А то, чем вы занимаетесь, это, я не знаю, это в пустое проходит. Отвечаю. Слово «благовестие» означает «евангелие». Они раздают «евангелие» и не является «благовестием». Вообще, зачем ты, Сергей, так говоришь-то? Раздают, это означает «евангелие», даже из ста, которые раздали, хотя бы одно дойдет до дому. А из тысячи, может быть, одно просчитают. Это означает, что уже заговорило. Повторяю, когда в плену у немцев был Бойко, Николай, попал в плен, он, говорит, дошел доходяга, и в туалет пошел, дезинтерия, что ли там была, и бумажка попала, бумажка по надобности, и он ее развернул, и там отче наш написано «в немецком плену», в лесу. Изначально, что предполагает благовестие? Как благовествовали апостолы? Они собирали людей и говорили слово. Правильно. У вас тактика совершенно другая, которая не приносит буквально плода никакого. Так, повторяю. Когда апостолы проповедовали, у них не было ни одной строчки написанной. Переписать Библию стоило 20-летний труд рабочего. А сегодня я могу ее купить и подать. И теперь я ему даю себе визитку, он заходит, 4000 роликов видит. Насчитанный златоуд, жития. Я каждый день получаю массу свидетельств. Люди говорят, я нашла в интернете наконец-то то, что есть. Мы не выходим сейчас отсюда. Наконец-то я вернулась в православие, пришла домой. Вчера только двое были. Я знаю, что это такое. Иван Златоуст говорит, где находится святая Библия, дом делается недоступным для дьявола. Лишнее сказал. Ваш батюшка, отец Аким, допустим, тоже не согласен с вот этим видом вашей деятельности. Он же против того, что вы просто вот так бегали, раздавали Евангелие. Ну, он не согласен. Для меня это не авторитет. Мне Писание говорит. Проверяйте себя перед Богом, молитесь, я молюсь. И с молитвы сразу не убегаю, я стою и жду. Ну, вас же благословляет, наверное, на это священник ваш. На что? На благовестие. А разговора никакого нет даже. То есть вы не говорите об этом? Если он не благословляет, он не священник, он антихрист. Как это? Благовестие благословляет. Да Бог благословил. Ты мне одного благословения уже не надо. Мне только одно благослови, батюшка, чтобы транспорт не опрокинулся где-то. И мы доказали. От океана до океана проехали. И что бы ни начал делать, и везде. Ой-ой-ой, это безумие, я не православное. Я жизни своей 53 года это слышу. Что бы ни начал делать. Детский лагерь образовал. Ой, это что такое? Иду по тюрьме, да кого там преступники, с кем вы занимаетесь? Веду занятия в университете, да что вы? В милиции веду занятия во всех отделах. Да это менты проклятые, их бить надо. Я вижу, как изменяются люди. Меня учить не надо. Я на практике иду. Вы не берите на себя роль, ту, которую вам Бог не отводил. Вы не знаете плоды. И я не знаю. Но я вижу только благоприятное. Бывает, вот Михаила Кальмаева увидели как. Когда-то попала моя пленка. Потом книгу. Он совместил похоже. Нашел адрес, звонил. Приехать я не разрешил. Второй, третий раз разрешил. Теперь принял крещение благовестник. Поехал с нами. Никто не против. Господь может кому нужно, он откроет. И совершенно там невидимыми путями для нас. И мы можем раздать вагон Евангелия. Господь другим путем совершенно откроет. Печал вернулся бы к вопросу о причастии, про беснование. А не является ли беснованием, то есть не следствием ли просто обычного незнания это беснование, а не то, что человек причащается, от этого он бесновится? Брат Александр, знает или не знает, недостойно причащающийся. Говорит, многие больны, немало умирают. Вот это возьмите за эпигром. Недостойно. Иоанн Златоуз говорит, не одобряем ей то, не другое, но достоинство. И поэтому надо готовиться. Я про это говорил, еще раз говорю. Я их знаю. Вот он вышел, какой-то Дулевич. Или еще которые там. Они ведут себя все одинаковые. И которые соприкасались, почему, не знаю, с Данилом Сысоевым. Иначе, вы же точно так же ведете. Вы же абсолютно находились в одном духе. Почему вас сейчас-то причащение делает такими, невыдержанными? Почему вы начинаете вцепляться в человека-то? Это и говорит, что причащение вам не на пользу. А в дальше-то копни, там беснование сплошное идет. Я знаю, которые причащаются сейчас, они вообще не владеют собой. Почему я вас не терзаю и не допытываюсь? Вас это не удовлетворяет? Почему ваше причащение часто делает вас таким? Почему оно вас беспокоит? Оборвали и перешли на личность. Почему вас это беспокоит? Почему оно вас беспокоит? Отвечаю. Почему? Игнатий Тихо, вам слабо не перебивать три минуты. Нет, скажите, почему вас не беспокоит, когда недостойно причащаются? А вы всех подряд гоните, это не от Бога. Дело в том, что если бы вы не учили других этой ереси, которая противоречит... Это еще новое учение. Это еще. Даже ереси, а что это беспокоит? Первый раз вы солгали, скажем, все каноны соблюдают уже. Вот если вы не соблюдаете этот канон, да? Какой? Вам другого канона не надо, только заград в смерть. Это вы любили проповедник смерти. Покажите, вы вырвали нахуй, а только потом оборвали нахуй. Я за того сговорить, несчастное, нередкое причащение, но готовность. Я вам скажу, дорогой, уважаемый Игнатий Тихонович, если у вас есть христианская воля, то попробуйте три минуты не перебивать, потому что я не... Все довольны на эту тему, тема закрыта. Тема закрыта. Другой вопрос. Вы че уверены, что за то, что вы хулите... Вопрос другой спрашиваю, есть у вас еще, нет? Он вас зыщет, понятно? Понимаете, я спрашиваю, вы на этот вопрос закрыли. Я вижу, ваши плоды, Игнатий Тихонович. Закрыли на этот вопрос. Вы не можете отойти... Вы первые цитаты Златоуста. Я сказал, тема подчищения закрыта. Я не запрещаю. Вообще вопрос есть, нет? А вы хулите Богородицу, что это не... А мы же понимаем, что еще нужно? Ну, это называется, знаете как, это грех называется. Тема причащения закрыта. У вас вопросы есть еще? Если это грех, то у людей утверждение, Бог вас зыщет, понятно? Вот вы какие, понятно? Вы не слышите меня, слышите меня? Они пикминками, взятые из нас. Вы не слышите даже. За то, чтобы людей отлучать от церкви, поделать и ферзи, Вы понимаете, что остановитесь сейчас, остановитесь. Я вас... Остановитесь сейчас, остановитесь. Ну, затормозите маленько. Затормозите. Ну, остановитесь. Остановитесь маленько. Остановитесь. А чего перебивать-то? Да никого перебивать-то. Я говорю, остановитесь, я вас не перебиваю. Я говорю, остановитесь. Когда вас хвалят. Остановитесь. Остановитесь сейчас. Я вас не слышу. Не слышно вас, остановитесь. Тут Богородица, понятно? Остановитесь. Вы не стареянин. Остановитесь сейчас. Вы не старея посторонницей. Вот это причащение большое вам. Так, вопросов у вас больше нету? Больше нету. Так, я что, запретил вам причащаться? Нет. Нет, да при чем здесь причастие? Почему вы... Спокойтесь, я причащался неделю, вот, три дня назад только. И что из этого? Я вам враг стал? Да причастие, при чем здесь причастие? Мы говорим именно о том состоянии. Вы обвиняете его в бесновании, но вы находились в таком состоянии. Я не осеняю, он ведет себя так. У нас, которые приезжают, они делаются такими. А почему? Желаю в каждый день причащаться. А теперь узнаешь? Ой, причастие, батюшка, она у меня девственница. Он начал исповедовать ее омроси к юресов-то. А у нее уже три аборта за плечами. И причащалась, и никакой эпитемии нету. Зато он, говорит, губит себя и того, кого причащает, недостойно причащаешься, без эпитемии. Да вы не знаете, какой он наш. Когда меня арестовали, Сергей Бурдин, Дьякон говорит, ваше счастье, что Игнатий не в алтаре. Он бы вам, говорит, представил тогда не 413, а все 719 правил. Когда оттуда окурки выносят. Когда зашел настоятель, женщина на алтаре сидит и выпивает. Антиминс переблеванный. Вам ли говорить против меня что-то? Вот что могу ответить этим людям. А они пусть в алтаре хотя бы наведут порядок. Игнатий, почему вы, ну можно сказать, даже и неадекватно относитесь, не по-христиански относитесь к людям, которые вас обличают. То есть, как бы вы даже стараетесь обидеть человека, выискивая, допустим, в нем какие-то изъяны. Если вы не находите в человеке изъянов, вы стараетесь обидеть его, допустим, указывая на его фамилию. Так, подожди, кого я обижаю? Людей обижаете. Людей я не обижаю. Я люблю их. И не потворствую их слабостям. Я их влеку ко Христу. Никогда ни одного человека я не пытался обидеть. Игнатий, если бы в прошлый раз со мной не так поступили, я бы был неверующим. В протяжении всей жизни уходили десятки и сотни людей именно потому, что вы обижали их. Не надо. Знаете, нужно рассуждать, как отец Геннадий Фас. Собрались однажды, там без меня, Амброси, Юрасов, другие. Вот Игнатий так говорит. Он говорит, ему подражать нельзя. Ему да, на это он так и делает. По результатам смотрите. По результатам, по делам Бог будет судить. Бог мне это дал. Почему я должен подражать тем, которые ничего не делают? А раз я делаю, значит у меня и взмах руки другой, и шаг другой. И голос другой. Я кричу слишком далеко, да и глухой еще. Они интонацию ловят, то другое. Я их обижаю. Вы ко мне пришли. Как же интонацию ловят, то и другое. Мы именно по интонации определяем, в каком духе находится человек. Понимаете? Допустим, по глухоте. У меня родственник есть близкий, ему 79 лет. Он глухой, так же, как и вы. Но он не кричит совершенно. Он говорит тихо. И я знаю еще некоторых глухих людей, которые не кричат, допустим. Вы постоянно оправдываете и говорите, что я кричу, потому что я глухой. Правильно говорит Златоуст. Возвысь голос. Но это не означает орать человеку в ухо. А в ухо нету, далеко. Я стою на кафедре, передо мной 750 милиционеров. Я стою на площади. Площадь. На ней тысячи, десятки тысяч людей. Я все время говорю громким голосом, и меня слышат. Ясно и четко. Каким голосом говорить, я решаю. Мне под язык никто не залазит. А если вы же тихо, я могу говорить очень тихо. Пожалуйста, говорите. Вы понимаете, что это смущает людей. Апостол Павел говорит, я сделался для всех, всем. Почему вы не можете изменить себя? Почему вы не можете сделать так, как просят люди? Вот я, допустим, в общине наблюдаю. Игорь Дыбунов, вот я не знаю, подражая вам, или может быть он такой по себе. Но люди шарахаются от него. Понимаете? Почему вы не можете измениться для людей? Отвечаю. Апостол Павел говорил о законе. Не будущее чушь закона, не будущее чушь закона. А какая интонация, об этом даже нигде речи не было. Говори тихо, этого нигде в Библии нету. А многократно говорит, на гору залезь, да еще возвысь голос, чтобы тебя слышали. Я желаю, чтобы меня слышали. А вакуум протопоп говорил когда, деревня-то большая была, на другом конце из храма слышали люди. Это понятно, но с вами, когда люди рядом стоят, в метре от вас с ними, зачем возвышать голос? Я по телефону разговариваю громко. Такой я есть. Почему? Вы ради людей отказались от мяса, отказались от вина. Почему вы не можете отказаться от громкого голоса, когда вас люди просят потише? Говорите не потише. Не просят. Если просят, я могу даже не разговаривать или потише. Не просят. Я говорю по телефону, говорю громко. Он говорит тихо, я заставляю его повторить эти слова. Игорь Ильич, а вы, допустим, осознаете того, что вы не видите за собой некоторых грехов? Вы можете это осознать? Вы чего меня исповедуете? Я только что в субботу вечером был на исповеди. Я не священник. А вот именно... Я называю, что у меня есть священник. Сегодня, допустим, людей больше всего интересует. Но то, что вы говорите, это в грехи не входит. Каким голосом говорить, это за грех никогда не считалось. Никогда. Это уже... Я отсюда знаю, что ничего за мной нет. Если начинает уже интонацию ловить. Если бы было, вы конкретно сказали, там, блудник, крохобор, обирал вдовую, сироту, там, или что там. За мной нет ничего. Нету. Ложное обвинение. Я привожу на память житие святого Тарасия 25 февраля. Он умирает, а демоны окружили его. Вот делал, делал. Он говорит, все, вы лжете. Ничего этого не было. Я этим обвинителем могу это сказать. Ничего этого не было. За мной нет ничего. Но это, понимаете, это вы так думаете, что за вами нет ничего. Пожалуйста, пожалуйста, обвиняйте. За вами тысячи людей, которых вы обидели. Понимаете? И с которыми вы до сих пор не примирились. А Господь нам говорит, что примирись на путях ваших, пока вы еще на пути вашем примиритесь. А сколько людей, которые сейчас на вас имеют что-то, понимаете? Которых вы обидели. Я с ними беседовал. У них ничего нет. И такой, как есть, я не вмещаюсь в них. Вот он говорит, да другой был бы там тысяча. А сам жизнь поработал на пенсии. И ни один человек еще к нему не приехал ниоткуда. Он одинокий. И поэтому моя биография, сам я для него, это шило для него в мягкое место. А пока он не может по-другому. Не в интонации дела. Допустим, ролик, я недавно мне попался, по-моему, в урывках, где вы просто там библиотекарь мирского человека совершенно разрываете на пуски одним только поведением вашим. Подождите, подождите. Священник у вас сходили? Нет, вот сюда вот. Я говорю, мы у него полчаса сидели с ним. Что значит? Он сказал никого не... Я когда сказал-то? Вчера только сказал. Полторы недели нормально было. А почему не позвонили мне? А почему мы знали? Откуда знали? Почему не позвонили мне? Как мы знать могли? Я вам телефон дал свой. Я еще и говорю, он позвонил вчера только. Позвонил в час 28 минут. Так, вот туда идите, там уже... Объявление с вашего разрешения мы везде вывесили. Вот вы меня обманули. Это вы меня обманули? Вы пришли и сказали, что вы этот христианского там саван... Да, православное. Да, а он сказал, а он сказал, это там... А это говорит, не они, это говорит, гони их отсюда. Но он сказал, не они, гони, и что дальше? Все, я, значит, пускаю вас. И вы пускаете? Да что, это сервер какой-то, сытой пес, что ли? Я буду гнать. На каком основании вы будете назвать? Мы православные. Мы православные. А вы еще про веру не знаете. Поп сказал, аду его, и ты бросил собаку кусать его. Вот еще, вы умеете или нет, мужик? Мы ничего не сделаем. Такого же отъявого. Все. Мы православные. Лжецы. Так, давайте, давайте открыто. Не надо, не надо, не надо гнать. А вы почему не говорите, что с той стороны он пришел, ломится в мою дверь? Я не могу его остановить. Он нам не важен. А я тяну дверь, закрыт. Он не православный совершенно человек. Вы человек православный. Зачем вы себя так ведете? Сергей, я повторяю. Вот он зашел сейчас. Я спрашиваю, кто? Я открыл дверь, не знаю. Я вижу пьяница стоит. Я дверь пытаюсь закрыть, а он ногу ставит. Ты мне ногу прижал. Ну, убери ногу. Я закрою дверь. Ему надо открыть. Вот это наше состояние. Я свою дверь закрываю. Он ко мне пришел. Я говорю, перестаньте. Он не может остановиться. Вы этого не видите как будто. Но, значит, остается на другое время. Его нигде нет. Да у нас и сатана может... Сатана искушает людей через любые, как говорится, ситуации. Но мы должны оставаться в духе кротости, как нам Господь заповедовал. Нет, Сергей. Павел говорит, кто бы соблазнялся, за кого бы я не воспламенялся. Я вижу соблазняющихся попами. Люди в церковь не хотят ходить. Вот вчера мне человек-то написал. Вот вы зовете туда. Я как подумаю, что идти в церковь. Я ушел пятьдесятником. Какие попы? Ну, самое простое, говорит, даже. Собороваться. Четыреста пятьдесят. То другое. Ну, договорился с крещением. Договорился. Дай деньги и все. Я говорю то, что есть. Павел каким голосом говорил? Ты враг всякой правды, сын дьявола. Что он шоптал ему на ухо? Во мне, значит, это горит. Я говорю, болею о человеке. После разговора я остановлюсь на молитве. Со слезами к Богу взываю. А его разницы никакой нету. Вы выходите, понимаете. Если бы вы находились в своей среде, к вам претензий не было. Но вы выходите в мир и предлагаете себя миру. Вот поэтому у мира теперь есть к вам претензии. Вот, допустим, одна из претензий. Вы показываете в роликах и называете ролики «Оставайтесь должными никому» словами евангельскими. А вы не хотели бы остаться должными никому в отношениях? Допустим, вы не хотели бы найти тех людей, которые были обижены вами и примириться с ними? Вы не хотели бы сделать клич в интернете такой? Да, и хотел бы. Но только дело в том, что они, когда уходят, потом приходят, я говорю, тогда было как, что попало, говорит, делали. Он все ответил. Ну, хочешь записать? Да нет, а что там, дурью маясь. И все. Больше ничего не отвечает, Сергей. Вы, я понимаю, не от себя это говорите. Вы так не думаете. Мы сейчас только поговорили, будет стоять ролик, они с места не сбегаются. Поэтому, если меня не бьют, они бьют по пустому месту. Меня уже там нет. Ходят на занятия. Вот мы идем по городу. Идем по городу, встречают. А я вас знаю, вы Лапкин. Едем в трамвае. А еще одна я знаю. А отвечают одинаково. А где я ходила? В университет на ваши занятия. Я слушал вас по радио. А почему не ходите? Ну, вы же сказали в церковь ходить. Я пошла. А батюшке сказал, он сказал, Лапкин, да еретик, все православные, не встречайтесь. То есть, никто так не работает, как я. Самое главное, роги в церкви, лютые волки. И я туда людей направляю, и знаю, что все они будут отравлены. Но я делаю так. Идите к священнику, покажитесь. Никто не работает за тысячу лет, как я работаю. Геннадий Ильич, вы говорите, нет таких людей. Есть такие люди. Вот буквально месяц назад был такой ролик, когда к вам зашел старый какой-то знакомый, иконописец, я не помню, как его зовут, он хотел примириться. Вы вместо примирения начали обличать его, то, что он когда-то пил, там, курил, и за это сейчас страдает. Он просто бросил трубку и ушел. Игнатий, мне вот такой один вопрос мучает все время. Знаешь, позапрошлом году, когда мы у тебя были, Валера, Нина и Валя, я к тебе подсел на скамейке. Ты, наверное, этот момент мог и забыть. Он такой, как бы, знаешь, незначительный был. Я подсел и говорю, все время хочу, Игнатий, тебя увидеть. Вот ты сказал, слава богу, вскочил и отошел. Я думал, может, про какое дело ты вспомнил. А ты встал в стороне и стоишь. Я не понял, и до сих пор я мучаюсь этим, понимаешь? Именно, с чем ты мучаешься? Поясни, чтобы я понял. А, и чем? То, что ты резко от меня встал и ушел. Я вообще приехал с тобой пообщаться час-два наедине, один на один, чтобы так побеседовать. Ну, понимаешь, ты хотел, это твое желание. Надо учитывать другую сторону, и какой будет ответ ты должен принять. Когда мы у кого-то что-то просим, желаем, то два варианта. Будет положительный или отрицательный. Ты за все должен благодарить Бога. А ты заранее наметил, со мной не посоветовался. И поэтому мои действия, они... Зачем под обсуждение подходить? Ты вправе был приехать из Казахстана. Я вправе в России был встать и отойти. Ты получил, что хотел. Сейчас говори, пожалуйста. Никогда не надо за это сцепляться так, как будто бы один вариант. Два варианта. Ты просишь, я имею право отказать, имею право отдать. Ну, я понял. Все. Никогда не мучайся этим, я к тебе ничего не имею. Я сделал так, как у меня побуждение сердце было. Игнатий, я только хотел сказать, чтобы ты меня правильно понял. Я уже 8 лет в покаянии, живу чистой жизнью. Проповедую, как могу, в поезде проповедую, вот ездию. Вот. Ну, я тоже болею, меня хотели на операцию, сердце операция. Вот. У меня сердечная недостаточность, ну, шунтирование там какое-то, или что восстану. Ну, и вот так вот, все время сердце ноет. Вот. Хочу с тобой просто хоть посмотреть на тебя, хоть два слова услышать. Вот. Мне этого, знаешь, этого, наверное, даже достаточно. Хорошо. Я тебе отвечу по твоей сердечной болезни. Ты должен исследовать свою жизнь и найти, что сердце твое могло быть другим, если бы ты вел правильный образ жизни. Болезни часто мы наживаем. Когда человек умирает, я спрашиваю, он пил? Да, пил. Курил, курил. Ну, и что спрашиваешь? Наркоман 36 лет, дальше не живет. Настоящий наркоман. Ну, и пьяница. Не надо удивляться. Польский врач говорит, вот пришел ко мне знакомый, ну, и говорит, вот сердце прям, я не знаю, там, шунтирование, надо что-то делать. Он говорит, а сколько у тебя отец жил? Он говорит, 62 года. Отец пил? Нет, он не пил, говорит, он просто верующий был. Ну, хорошо, ты пьешь, пьешь. Так, 62 у тебя не получится. У тебя остается только, говорит, 54. Куришь, куришь, ну, откидывай еще 12 лет. Мужик сжался, ну, и все. Тебе осталось два с половиной года. Отключился. Он пришел, а я бы его с ним так-то... Нет, ему это не надо. Ну, вот давайте по поводу обличения. Вот откуда вот этот вот дух обличительный? Ладно, мы, допустим, вас мы в расчет не берем. Да, вы человек исключительный, у вас большой опыт, вам можно, у вас можно учиться, да? Ну, возьми братьев, которые рядом с вами, вот, ну, непосредственно Сергея, допустим, Пупкова. Вот разве он имеет, вот, будучи находясь в своем состоянии, обличать вот направо, налево? Про Сергея я не знаю, я только знаю про Иеремию. Первая глава, 10 стих. Смотри, я поставил ее все день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать. Вот такой порядок. Пока впереди этих четырех пунктов нет, ничего нельзя ни созидать, ни насаждать. Поэтому приходится иногда человека, лежащего на железнодорожном полотне, рвать с линии. Из-под поезда вырвать. Да не этим рвут людей. Игорь Дыбунов. Игорь Дыбунов себя вот этим, понимаете, он отгоняет от себя людей, как дихлофос, мух, вот этим обличением, понимаете, в чем дело. И это же видно по его делам. Зачем так поступать с людьми? Зачем ты найди в человека ту веревочку, с помощью которой ты сблизишься с человеком, а потом аккуратненько уже обличи его? Зачем же начинать свое знакомство с человеком с какими из таких обличениями? Он не прав. Не прав. Вы ему и скажите. Игорь Дыбунов, а вы пробовали вот такую тактику, допустим, если бы вы начали говорить о мащиях, монахах, священникам, но в другом духе, другим тоном, в духе кротости, то вам бы начали внимать люди, потому что в этом есть истина. Но вы же говорите это совершенно в другом духе, в духе раздражительности. Поэтому вы людей отталкиваете. Говорили уже об этом, Сергей, возвращаемся. Вот мощи, мощи. Но я вот что мощи отнимаю? Спите с мощами. Прах ты и прах мазратишься. Если бы вы говорили в духе кротости, спокойно бы об этом говорили, вы растолковали бы людям, что сейчас идет ажиотаж, что много людей видят в этом колдовские пути-то какие-то. Вот. И понимаете, а вы вот в таком состоянии. И совершенно поэтому люди воспринимают неправильно. Сергей, меня не это интересует, воспринимают или не воспринимают. От меня это не зависит. Мне задача поставлена быть свидетелем, быть верным. А обращение это от меня не зависит от Бога. И сеющий, поливающий ничто – нуль. Все Бог возвращающий. Я в это уверовал. Игнат Тихонович, вот касательно вашего хвостовства, в котором вас обвиняют. Да. Кстати, многие, слушая, когда вы говорите «я то, я сё», действительно обвиняют вас в этом. Но потом эти люди меняют свое отношение к тому, о чем вы говорите, когда обращаешь их внимание на то, что вы же говорите, что вы Господом хвалитесь, хваляясь от своих делах. Ну, в принципе, человек, в общем-то, это принимает, ну да, потом по-другому относится. Ну, вот я о вас много смотрю. И вы знаете, мне кажется, такое ощущение, что всё-таки вот это некое какое-то хвостовство, оно всё равно, оно как бы всё время вы говорите о Боге. Но не слишком ли много вот этого «я»? Вот немного. Понимаешь, слишком, я объясню. Кто-то скажет, не лучше ли было, чтобы другие о вас это говорили, а не вы сами о себе? Я впервые там. Мне нужно, вот я приезжаю где, вызвать доверие к себе и к книгам. Я у них на шоу садись, сейчас я уезжаю, больше не встретимся. Переломить обстановку. Совершенно незнакомый человек, дядька какой-то валился. Теперь относительно похвалился. Второе корейственное, 11 глава. Ещё скажу, не почти кто-нибудь меня неразумным. А если не так, то примите меня как неразумного, чтобы и мне сколько-нибудь похвалиться. Как многие хвалятся, то есть по плоти, то и я буду хвалиться. К стыду говорю, что у вас это не доставало. Если кто смеет хвалиться чем-либо, то скажу по неразумию, смею и я. Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею. Вот как. Если я буду хвалиться... 1 Коринфянам, как там? 11 глава. 11. И проще, он говорит, я потрудился больше их всех перечислять. Проще мне я, но благодать Божия со мной. Я говорю эти слова, но мне не могут... Почему? Не могут простить этого. Не в этом вопрос. Вопрос совершенно не в этом. Вы можете понять, что хвалясь своими делами, человек теряет награду у Бога? Сергей, ну вот они говорят, допустим, сегодня в наше время этого ничего нельзя сделать. Это нельзя, это невозможно. Что я буду говорить? Я говорю о житии святых. Это когда было? Тогда я конкретно говорю, ну вот я в этом месте живу. Ну и смотрите, получается, когда делаешь-то. Это я понимаю, это сильный-сильный дьявол стоит, когда людям мешает это увидеть. Павел говорит, подражайте мне и в ком видите этот образ. Зачем вы эту фразу используете всегда? Ну сказал он однажды это, ну понимаете, но он же об этом не твердил постоянно. Я говорю постоянно, потому что новые люди приходят. А как я говорю, ты теперь посмотри. Он задал мне вопрос. Где они приходят? Я говорю, я об этом считал. Слово «я» на первом месте. Я об этом считал. Я не буду говорить, что считал Иванов, Петров, Пушкин. И дальше я говорю. Они говорят, сегодня нельзя ничего сделать. Мы говорим, мы начали деревню строить. И вообще-то, если так считать, уже 21 тысяча деревень погублено, то это что-то стоит. Хотя очень-очень трудно. А почему вы хвалитесь с тобой? Ну, прими как неразумного, Павел говорит. Если мы не будем это говорить, я хвалюсь моим Господом. Господом моим хвалюсь-то. Вы поймите, что гораздо эффективнее было бы, если бы предоставили эту возможность людям, близким, понимаете, как это делают другие. Для этого есть особая тактика, когда о себе умалчиваешь, а о тебе говорят другие люди. Понимаешь, Сергей, я на каждое слово ваше могу это ответить. Вот они говорят. Мы построили купель. Ну и что построили купель? Она закрыта мраморной плитой. Настоятель послал в университет, пришел человек с патриархией. Скажите Игнатию, что мы построили купель. Они меня выставляют. Я говорю, я многократно им говорил, откройте купель. Я говорил. Я не спрячусь за словом мы. Я конкретно перед Богом буду стоять. Буква эта вылезет на первое место. Чего так их волнует-то это? Я еще сказал, неправда, это дело другое. Неправда, значит, облечи меня. А если правда? Я говорил об этом, да. Говорил. Меня вот спросили, а вы говорили о мощах так? Говорил. А говорил о поясе Богородицы? Я говорил. Я не прячусь нигде. Так я с тобой сделаю, ничего не сделаю. Вы в другое русло уходите совершенно. Понимаете, у каждого человека есть какие-то подвиги в жизни. Есть то, что рассказать. Но люди прячут и таят это. Это таится для Бога. Это их сундук с драгоценностями. Люди не говорят об этом. Ну, может быть, здесь, Игнат Тихонович, вот смотрите, в принципе, ну, нельзя вообще молчать о каких-то делах Божьих, через которые, там, через людей делаются, через вас, там, и еще через Сергея, может быть. Вот. Но одно дело говорить, а другое дело постоянно об этом говорить. Да постоянно новая обстановка, и человеку нужно говорить об этом. Вы никак не можете понять, что мы идем ложным путем. Люди делают только то, что не надо. Нигде Павел не говорит грешным, ага грешным. Он говорит, я сказал, я собрал, я пошел. Вы просто этого не видите. А я это вижу. Почему? Это пример заразительный. А я такой грешный, супергрешный, меня нету. Это никого не ведет. Вон, я без тебя грешный. Вы конкретно покажите, конкретно скажите, я где сказал. Это, ну, вы наверняка видели сейчас в интернете. Ну, давно уже, лет 10, наверное, ходит. Вот, ну, парень один, в общем, был на том свете. Ну, нельзя не доверять, понимаете, и, допустим, отбрасывать целиком это видео. Вот он говорит, что слово «я» для души как бы, как отрава совершенно. Когда человек говорит много «я», он отравляет душу свою. Кто говорит всегда слово «я», да, всегда вот в своих словах употребляет часто. Это слово, оно уже несет гордость, несет. Уже слово «я». Да, вот это просто слово. Вот когда еще были мы на земле, ангелы со мной это беседовали, и когда отвечал им, да, и что-то у них спрашивал, и говорил эту букву. Тогда они исчезали. Вот как он, сказать, чувствовать, это Господь давал чувство такое, что мог видеть их, где они. Как он чувствует, что они удалились, допустим, там, на 20-30 метров отскочили от меня. А потом у них спрашивал, так, а почему вы, вот, куда вы деваетесь? Они говорили, что вот когда эту букву будешь говорить, мы будем отходить от тебя. И смотри внимательно, когда будешь проходить мотарство, не называй эту букву. Вот. Если в эту букву будешь говорить, то будешь даже падать вниз. Одно мотарство вниз на нижнее. Допустим, поднялся на пятое, упадешь на четвертое. А потом придется подниматься еще тяжелее. Они ничего не знают, у них ничего нет. Это страшная желчная зависть. Когда нужно конкретно сказать, я должен сказать. Потому что они говорят, это сегодня невыполнимо и невыносимо. Я должен сказать, я должен, я, я, я. Я должен в данном случае сказать, это возможно. Возможно и показываю. Пример. А какой? Город на вершине горы может укрыться? Нет. Почему Яков говорит, покажи веру твою без дел твоих? А я покажу тебе из дел моих, покажу, я покажу. Почему вы эти слова-то не берете в внимание? Ее показывать надо, эту веру. Это одна фраза. А вам, однажды вам священник написал, он говорит, я посчитал в одном из роликов, говорит, Игнатий, я насчитал 130 я. Он врет. По обычному поповскому вранью. Так врет. Он врет, ничего там нет. Он так, с бухты барахты, взял 130. Ну даже, давай, не будем спорить, он не покажет. Ну сказал я 130, что из этого изменилось-то? Ты-то остался такой же. Ну люди, люди вас просят немного ограничивать, почему вы ради людей не можете измениться? Сергей, еще раз говорю, у меня есть язык, под язык еще никто не залазил. Я смотрю на плоды. И где бы ни был, здесь вот сейчас, я могу показать, вчера пришел один, я увидел в интернете, мы там нашли, теперь мы никуда не уходим. Утром встаем, помолились, скорее смотрят. Получаю ответ я, не вы. Я получаю, как люди благодарят. Я их зомбирую всех. Ладно, оставим эти вопросы, чтобы все понятно. Сергей, маленький пример. Вот они зомбируют, говорят, я имею зомбирование. Притом, один раз только встретился, вот сейчас пошли к директору на пенсии. Он сразу снял шубу новую, отдал я ей Никите, передал. Мгновенно зазомбированный, и все. Какое еще? Есть такой еще, такой вопрос, он насущный, но интересует многих. Ну, по крайней мере, насколько я встречал их в соцсетях, люди говорят, спрашивают, откуда у него деньги. А вот вы можете предположить, допустим, что деньги, вот существует сейчас в Америке программа, да, по, ну, растению православной церкви. Это вот Дзержинский писал, по-моему, в своей книге. Вот, и они, эти люди, поощряют всячески тех, кто становится в оппозицию с православной церкви. Вы не можете предположить, что деньги, которые были вам переведены на книги, именно из того источника? Не рубля. Не рубля. Ну, и все, ответ доволен. Коротко я говорю, ясно, не рубля. Ну, а вы откуда же, вы же говорите, деньги пришли из банка. Тараси, я говорю, что он говорит, что все, вы лжете, ничего этого не было. Ничего этого не было. Это люди нашего круга, близкие, знакомые, а бывают незнакомые, которые помогали, потому что они видели, что это такое. И они говорят, можно я хоть маленько поучаствую в вашем деле, так оно близко. То, что я делаю, я делаю, не вы делаете, показываю им. Как я должен сказать? Вы говорите, пришел человек, принес сумку с деньгами и сказал, никому не говори. Вы же так говорите. Я знаю, что не говорите. Вот у меня первая книга. Кто это за человек? Что это за человек? Откуда он, этот человек? Ну, а я-то знаю, откуда он. В Потеряевку потом приезжал. Ну, вот, я вам о чем говорю. Вот оттуда и сомнения у людей. Ну, понимаешь, все сплетни собирать сомнения. Ну, пусть у него кроме сомнений ничего нет. Мне отвечать на глупости некогда. У меня работа. Вы посмотрите, ведь сейчас вот именно у вас образовалась такая позиция. Допустим, сект мы вообще не берем в расчет, потому что секты здесь, как говорится, в этом деле не участвуют. Но, смотрите, вы же, получается, воюете с православной церковью, Игнатий Тихович. Отвечаю, Сергей. 1992 год. Я нахожусь в Америке. С одной стороны на другое проезжаю. Собираю благотворительную помощь. К нам ничего не дойдет, кроме книг. Я в монастыре нахожусь. С митрополитом за столом сижу каждый день. Епископы рядом. У них только одно желание поставить меня священником. У меня все необычное. И, наконец, я сумел доказать им, что мне это вредить будет. И, наконец, митрополит Виталий соглашается. Я выступаю. Я выступаю. Я должен говорить, я или нет. А как это сказать предложение без я? Я выступаю. Объявление сделано. Будущее России во свете священного писания. Корейцы, китайцы с перевозчиками сидят. Только закончилось, ко мне подходят люди. Там меня принимают 100% православным. Я узник. Почему они за меня заплатили и вызвали? Они таких любят. Подходит. Можно я вам дам? Другой подходит. Он хочет, что книги, ни одной книги не было изданы. Чего бы плести языком-то, еще бы попало. Подходит. Я не знаю, как. Я даже доллару не знаю, как его обменивать. Еще даже вообще понятия не имею. Я 5 тысяч вам выписываю. 5 тысяч долларов, это уже что-то есть. Другой подходит. Другой национальности. Сирийская церковь. Сирийская. Можно я вам помогу? Филипп. Мне Бог дал это. Мы ходим, как говорят, самым таким строгим архиереем. Антоний Сенкевич в городе Лос-Анджелесе. Он живет на квартире у Орловых. А там Никита Беоктийский, сейчас митрополит Антоний. Он говорит, очень скупой. Я с ним беседую. Я его зазомбировал. Он пошел в банк, деньги снял, мне отдал. И когда я сказал, что он деньги мне отдал, они никто не поверили. Он отдал. Он зазомбированный. Игнат Ильич, вот у меня такое ощущение, как будто во мне видят пятилетнего ребенка. И вот рассказывают вот такие вот. Ну, люди не настолько глупые, чтобы не видеть, что вы уходите от прямого ответа, Игнат Ильич. Я ответил. Помогает архиерей, который считает меня православным. У меня были только в листиках к истинному православию. Он все проверяет все истинное, как есть. Я эти материалы посылал Осипову. Тот ответил положительно. Я ответил вам деньги какие. Откуда деньги? Это я отвечаю откуда. Здесь я беседую с банкировым. Откуда вы не ответили? Откуда? Вам принесли чемодан денег. Вы не ответили? Я отвечаю, Сергей. Я отвечаю. Иосиф Дегранда. Никто его не знает. Я отвечаю. Сенкевич архиепископ Лос-Анджелеский. Как не отвечаю? Когда отвечаю? С чего взяли я не отвечаю? Вы говорили, вы сказали, что пришел человек. Вы показываете он на свою дверь и на синий. И принес чемодан с деньгами. Ну и что? Кто это? Что это за человек? Ну он сказал. Я вам даю деньги под одним условием, чтобы никто не знал. Потому что он находится в компании. В компании фирма работает государственная. У него есть деньги. Заправочная нефтезаправочная станция. Вот у него денег. Можно я вас прерву, Сергей Игнат Тихонович? Ведь здесь, наверное, не вопрос, откуда поступление денег было. А главное, это, наверное, все-таки, если речь вести о том, что церковь пытаются разрушить, здесь надо задать вопрос, а правда она разрушает церковь или ее, так сказать, созиждет? Вот ведь, а так деньги, это уже второй вопрос, откуда они приходят. Вот, Игнат Тихонович, правда, которая, ну, оно, ну, я считаю, что правда, то, о чем вы говорите. Ну, за исключением вот вопроса причастия, как бы, это отдельная тема, она, как бы, и пусть и будет. В основном, в основном, большая часть, а то, о чем вы говорите, оно разве может церковь нашу разрушать? Правда остается правдой, но церковь распадается на два лагеря противопорствующих. Воюют-то люди, понимаешь? А ну люди, а мы, если не будем в некой дискуссии некоторой находиться, то а где правду мы найдем? Ну, не надо искать ее, Христа пускай познают. Повторяю, за 53 года ни одного человека, работая вот так на пределе, я не направил никуда, только в православную церковь Московского Патриархата. И когда меня не будет на земле, на это будут смотреть, и неужели люди, которые с ним были и говорили, что он против, не поверят, никто не поверит. Но сегодня это наяву. Сколько, сколько людей пришло, стали священниками, там, и сектантами, я не называю их, гнать сразу начинают. Ну, зачем на сумасшедшего человека смотреть? Он больше ничего не знает, лаять, бегать, это его дело, это моя колокольня, а вокруг нее там подвизгивают. Ладно, оставим этот вопрос. Давайте я вот сейчас к последнему. Сейчас вот, так сказать, вопрос только назревает, вот такая, можно сказать, опасность для вашей общины. Вот, видимо, будут поднимать вопрос о вашей принадлежности, преемственности какой-то из епархии, да? Вот, если отцу и Акиму предложат принять Московскую Патриархию, он согласится с этим? Его спрашиваете. А вы, зачем другое спрашиваете? А вы, а вы как поведете себя? Я не священник. Я отвечаю, как есть. Никакой роли я не играю. Но, когда стали вот об этом муссировать, когда Путин-то это дело вмешался-то, и всех стали спрашивать. Мы провели собрание. Мы сказали, мы категорически против объединения, вот как войти в состав Московской Патриархии, но мы подчинимся решению, которое примет там Синод. Синод принял только одно решение о каноническом общении, признать благодатность, таинство, больше ничего не было. А остальное все это закордонное. Это все понятно, откуда идет. Зачем эти вопросы задавать? Я Богу говорю, Господи, хорошо, что ты меня избрал, ты не ошибся. Ко мне не прилипла ни одна купюра, ни в какой валюте. И поэтому на деньги я могу показать любому, кто давал. Вот кто-то давал, и он придет и спросит, как? Я ему сразу положу. Вот, вот новоселам помог, вот мы вложили в землю полмиллиона, вот здесь вот дорогу делали, у нас ушло столько-то. Все по копейкам разложено, и у меня отсчет лежит. И все это заснято, когда деньги давали бульдозеристу каждый день, деньги, и все это выставлено в интернете. Более прозрачного расхода, чем у нас ни у кого нету. Нету вообще нигде этого. Каждая копейка в интернете выставлена. Почему? Потому что я за собой ничего не знаю. Но тем не оправдываюсь. Касательно все-таки, опять чуть вернуться, вот к вашей принадлежности. Да. Вот может находиться, находятся ваши две общины, вот вне Московской патриархии, вы сейчас пока находитесь вне ее. А то, что касается русской, зарубежной, православной церкви. Ну вот у вас там письмо есть, Иларионы. По большому счету они вас не считают, вот в своем ведении находящимися. Вот в этом случае, что за интересное положение у вас? Оно как характеризуется? Можно ли вот в таком положении пребывать и другим общинам, которые не там и не сям будут? Вот возьмут и скажут, а мы считаем, что мы вот еще где-то принадлежим. И будем сами по себе. Не могут. Это нельзя искусственно составить. Мы были образованы, общины, никакого отношения к патриархии не имели. Мы именно те, которые никуда не отходили, ничего. Патриархия к нам претензий никаких не может иметь. Ни антиминцами, ни миром, ничем. Но когда они там за кулисами что-то решают, эта игра нас не касается. А еще Иларион сказал, я благословляю перейти. Мое желание не совпадает с этим. Я могу благословения не принимать. Как Феофан Затворник говорит, Ильхей говорит, благословляй, а Бог говорит, не благословляй. Что будет на небо утверждено? Чего это ради? Так а зачем мне тогда бы митрополит Сергий сказал, мы рассуждали, кто мы? Я понимаю, что не с попами, с патриархом. И решили, чего не решать могут без нас? Решили, что так оставить. Это как раз вот это многообразие, о котором говорил патриарх Кирилл. Оставить. И он приезжает у нас, служит. И на служении поминает патриарха, он сам. И говорит, первая иерарха русская православная церковь за границей Илариона. Зачем бы он говорил? Это вот только 16 сентября было в этом году. Не надо ничего больше. Да достаточно, что митрополит местной епархии не претендует. Да и он и права не имеет никакого. Что мы где сделали? А вот надо обязательно прокладку. А вот если, допустим, Иларион и Новая Русская Зарубежная Церковь, они вот ваши приходы, они числятся там или нет? Или они уже как бы вне их епархии числятся? Как вот это? Понимаете, вот слово числятся где-то, какое отношение это к спасению имеет? Какое? Я не говорю, Игнат Тихонович, не о духовных вещах. Не знаю я, этого не знаю. Мы были, я знаю Илариона, батюшка встречался, прекрасный человек. Что они делают без нашего ведома? Куда они нас передают? Никуда они не передают, ничего нет. Вы рассуждаете это не по Евангелию, ничего. Зачем мне это знать? Я и Бог, мы двое. На суде Божьем будем-то. А то, что они тут остроили организации между митрополитами, еще какие-то, все это человеческое. Это у Бога нигде нет, не числится. Нету. Тогда еще уточнение, Игнат Тихонович. Например, вот вы не в Московской Патриархии, и Русская Зарубежная Церковь в лице Илариона. Да, поминаем его на каждом богослужении. Видите, они же там пытаются, все ездят, и он выяснит, хочет вообще ваш статус через Илариона. Допустим, если Иларион скажет, у нас в нашем, у нас нет таких приходов, мы их не знаем. В принципе, вы так и останетесь вот в таком положении, не там и не там. Это, в принципе, вот так будет, да? Знаете, есть такое выражение, когда пытали Тарквимаду, и Самонарола это сказал. Он говорит, пытка вопрошала, а боль отвечала. Им надо сломать, чтобы не было, чтобы мы были как они. И они сейчас плетутся в конце колонны, а надо развернуть, теперь они первые будут стоять. Я же знаю эту характеристику. Спасибо, Геннадий Светович. Аллилуйя. Ну, такие обвинения-то в своем адресе. Конкретно-то что? Ничего нету. Ничего себе конкретно. Ничего нету. Я люблю вас, и любовь неразрушимая. А вы говорите не свои слова, кто-то говорил, ну, есть такая поговорка не очень вкусная. Говорит, наплевать да забыть. Нам некогда глупостями заниматься. Вы помолитесь за то, чтобы... Это не дело, Игнатихич, не глупости. Это совсем, совсем не глупости. Сергей, там своих подними, чтобы помолились, что мое дело, что написал я Путину и патриарху. А вот это вот глупости, Игнатихич. Заранее знаю. Он глупости говорит. Я молюсь об этом целый год, а он одним мгновением... Бойся это сказать. Я глупостями не занимаюсь вообще, мне некогда. Когда Хрущева спросили где-то, он говорит, я на пенсии, надо думать о будущем теперь. Чего бы я лгал-то? Я бы вам предложил, что если я имею на это право, вот оставить вот эту и еще одну глупость вот с этим предсказателем, Дмитром Тарабичем. Не надо это повторять, оставьте это совсем. Понятно. Видите как? Учит меня. Я не свое говорю. Я говорю, что был вот этот самый Митар Тарабич, он сказал так-то, и я не знал про него. Мне пишут, мы нашли пророчество, так это о вас говорится. Не надо, Игнатихич. Подумаю, что это о другом, более важном. Но главное, у него 10 пунктов, и все на мне полностью сошлись, все 10. Ни одного нет, которые были бы с моей биографией не схожи. Даже если так, не надо об этом говорить. Не надо говорить об этом. Не надо, не надо, я еще один раз можно сказать. Мне это сказали, прислали, я это имя даже не слышал. Но когда увидели, что на мне сходится, как заволновались, что о себе думаете. Да не, я думаю, вот это вот он сказал. Сказал еще, так он умер, Митар Тарабич, еще в 1899-м. Теперь я говорю, что сказал Сергей Строгородский. Что тяжкие моменты Бог будет выставлять таких людей, которые никакой власти не имеют. Но обреченных особо. Я понял обо мне, говорит, ой, что вы о себе берете. Не по-нашему говорите об этом, не по-православному. Да, мой дух говорит, это обо мне, митрополит Сергий сказал. Вот так. Апостол, почему Златоуст говорит, надо все присваивать. Вот сказано было Израилю, ты бери это обо мне. За весь умер, за меня умер. Ставь свое «я» везде, где только можешь. Я научился с первого дня, у меня учителя очень хорошие были. Ладно, Игнатьевич, все. Ну, не принимайте, не принимайте, не принимайте плохо. Все, по любви. С Богом. С Богом.